Два года уверенной и слаженной работы. За этот небольшой период в Раменском областном центре материнства и детства на свет появилось 6,5 тысяч детишек. Именно здесь вот уже два года рождается счастье многих семей. Наша история небольшая, начиная от первых родов, которые принимали миссию среди дать солдатовой, которые приезжали в краски в ночь открытия нашего роддома, ну и заканчивая, наверное, 6,5 тысяч ребенком, который уже родился, наверное, на днях родился. Среди роддомов мы занимаем абсолютно первое место по количеству родов. То есть, естественно, и по привлечению родов с других территорий. Тоже мы тут, можно сказать, абсолютно первые. Нам повезло по коллективам, потому что идут рожать именно на врача. Сейчас, наверное, мало кого заманят красивыми стенами. Сейчас, в первую очередь, нужна качественная медицинская помощь. Слава Богу, она у нас здесь есть. У нас есть врачи, которые могут ее оказать. Поэтому, конечно, у нас пациенты тут за врачом. Вы знаете наших звезд. Нам сам Борис Станиславович Машенко, его сын Тимофей Борисович, Александр Анатольевич Ефанов и так далее. У нас врачи, которые имеют имя по всей Московской области, по всей России. И, конечно, на них идут, к чему мы очень рады. В принципе, мы можем увеличить нагрузку, но приблизительно еще в полтора раза. То есть, еще больше в полтора раза мы можем дать родов. Строительство областного центра материнства и детства в Раменском началось в 2014 году по президентской программе развития здравоохранения. Длилось оно дольше запланированного срока. Но по прошествию двух лет от открытия сотрудники роддома с легкостью вспоминают, каким мучительным было появление перинатального центра. Ведь результат сегодняшнего дня говорит о том, что все усилия были не напрасны. Счастливые и довольные матери с младенцами на руках – это главная и высшая оценка их деятельности. За добросовестный труд грамотами главного врача были награждены самые разные специалисты роддома – от гардеробщицы до лаборанта. Каждый из них помог оставить у молодых матерей приятные впечатления от перинатального центра. Роды разные. И маленькие, и большие, и длинные, и короткие. И, к сожалению, иногда женщины к нам поступают в таком состоянии, что мы рожаем их вообще в приемном покое, потому что настолько стремятся к нам все приехать. Из многих городов, я сегодня уже об этом говорил, о том, что большая часть того, что мы здесь осуществляем, это люди, которые к нам приезжают. Приезжают из далеких разных городов. Вот, например, сейчас вот сегодня говорил, что у нас девушка из Гомеля, из Белорусской республики. Сегодня четверть родов, принятых в перинатальном центре, приходится на иногородних и даже иностранных роженец. Такая слава появилась благодаря грамотно подобранным ранее высококвалифицированным кадрам. Заслуга тут все-таки, первое, это Бориса Станиславовича Марченко, а второе, это Мусселяна Игоря Хареновича. Потому что они привлекали врачей, я пришел уже, можно сказать, на готовый роддом, на готовый перинатальный центр. И я только его открыл. То есть мне в этом повезло. У нас сейчас конкурентоспособная зарплата, у нас хорошие условия. У нас, конечно же, благодаря администрации хороший социальный пакет. Мы компенсируем аренду жилья почти всем, кто к нам обращается, сестрам, врачам. И, конечно, администрация выделяет жилье. Дружному коллективу роддома за два года работы удалось достичь хороших результатов. Сегодня центр может похвалиться высокотехнологичной медицинской помощью, которую могут оказать только в Раменском. При этом за современными технологиями врачи не забывают о главном – добрым человеческом отношении к пациенткам. Мы можем все. Это уровень самый высокий, тот, который мы здесь можем оказать медицинской помощи, я имею в виду. Это касается не только отделения детской реанимации, потому что всегда говорят о том, что есть детская реанимация, тогда все хорошо. Это не только детская реанимация, здесь взаимоотношения вообще всех служб. В любом тяжелом случае всегда все друг другу приходят на помощь, независимо от того, в каком отделении ты работаешь. На самом деле, пока еще ни одно отделение в больнице не смогло получить лицензию на ВМП, кроме роддома. И это большой плюс. Во-первых, операция другого уровня, другой уровень оборудования, другого уровня мастерства хирурга и, конечно, другая оплата за этот труд. За два года работы в Центре материнства и детства приняли свыше 120 самопроизвольных родов у женщин с рубцом после кесарево сечения. Проведено 364 партнерских родов. Функционирует отделение детской реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, где лечение прошли 503 ребенка. За каждой цифрой стоит труд целой команды. Рождение ребенка – это, наверное, наиглавнейшее событие в жизни каждого человека, в жизни каждой женщины. Поэтому от того, как это пройдет, и родится ли здоровый ребенок, это, наверное, самое главное. Я хочу отметить, что коллектив на сегодняшний день полностью с этой задачей справляется. Это очень важно, поэтому я пожелаю роддому, как сегодня было сказано главным врачом, двигаться вперед, пройти все рубежи и уже первого, второго и третьего уровня, чтобы действительно здесь максимально оказывать всю необходимую помощь. Спасибо всем большое. Спасибо, что мы держим арку. В вашем лице я хочу заверить, что это будет продолжаться и дальше. Марина Миткевич, Игорь Чернышев для программы «Городские вести».